И снова в центре внимания Украфтодор. Это государственная организация, в который раз удивляет своей оригинальностью подхода к ремонту дорог. Их стихия – это дождь, рабочее время – ночь, плюс плохо освещаемые улицы Киева. Поэтому не редкость, когда на своем участке работ, они находят работу и для инспекторов ГАИ. Вопрос к дорожникам, почему же они не выделили место ремонта? Оттуда вроде как слепо еще светится, а тут оно же не ярким, никаким вообще не видно его. В половине второго ночи по проспекту Победы в Киеве Николай на своем Миссубиши мчался домой. Казалось бы, позднее время, ночь, дороги должны быть пусты. Именно на них загруженность проспекта Победы рассчитывали и работники Украфтодора. Они ремонтировали огромную часть дороги возле метро «Святошин». Свидетели говорят, что вы как ехали, так прямо и вошли? Да. А вы не видели, что работы идут или не было выделено на дороге? Где-то там знаки какие-то есть. И плохое, видите, светофор, эти, горят. А, нету, да, освещения. Вообще ничего нет, не видно, оно с блик такой. Получается, на подъем поднимаешься и... И перед тобой стоят эти красные фишки. Я не успел просто вернуться и ехал там километров 60. Поэтому хорошо, что я не улетел туда. Да, это чудо. Да, это действительно можно назвать чудом. И даже не то, что водитель не вылетел с дороги, а то, что он вообще остался жив. Водитель даже не помнит, был ли он пристегнут или нет. Вы все видите сами. Слова излишни. А вот и сами дорожники нервно курят. По их словам, знак стоял, где должен был стоять. А водитель виноват не только в том, что он не видел предупреждающих знаков в кромешной темноте, а и в том, что помешал им ремонтировать дорогу. Человек говорит, что не был выделен на участок работ. Так ли это? Накой стоял. То есть знаки есть? Если на них смотреть, то вполне можно видеть, да? Ага. Получается, водитель просто не увидел знак? Да. Водитель просто быстро ехал. А вы откуда знаете, что он быстро ехал? Он говорит, что 60 километров. Да на 60 километров так не взлетает. Это уже не первое ДТП с работниками Украфтодора. Если всерьез задаться этим вопросом, то вы заметите, что много аварий так или иначе связаны с муниципальными дорожными работами. Начиная с безобидной уборки тротуаров. А знака попереждающего за 150 метров не было. Водитель понес машину сначала, знак аварийной остановки поставил возле столба, а потом аж унес туда его. Резина у меня не лысая, у меня новая резина. Скорость у меня небольшая, я ушел. Знака нет. Факт налицо, результат вы видите. Заканчивая вот такими, где по факту налицо видно, что водитель родился в рубашке. В таких авариях доказать вину Автодора практически невозможно. Для частных водителей только один выход. Независимо от решения инспекторов ГАИ обращаться в суд. Как, впрочем, и собирается сделать водитель Митсубиши, который после страшной аварии, к счастью, остался жив. А нам остается лишь добавить, больше видео с места аварии по проспекту Победы вы всегда сможете найти на официальном канале Магнолий ТВ в Ютубе.